ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Домик инвентирующий, разрушенное старинное строение. Вот такие мешки упакованы, пункты заряды, пункты выдачи воды. Люди купаются, пляжика нет, но есть спуск понтона, соответственно, с него можно впрыгнуть. Купаются от серфа. Кто-то серфит, когда есть ветер, конечно же, сейчас его нет. Турция отличное место для Яхтинга, просто далеко. Мы сидим по ценам, которые называют. Вся там компания, Яхтинга здесь весьма дорога. Вот это утро. Мы уже проснулись, готовим завтрак. Солнце к нам еще не пришло. Так что время больше чем 30 утра, а солнце спряталось на горой. На самом деле отлично. Очень комфортно. Сейчас утренние процедуры. Угодайте, куда мы с вами сейчас направимся. Человек сюда. Местные индоуки, которых еще называют Шахинами. Медаль поиграться. Футболим. О, как они разозлились. Прям, прям, прям вот что-то, что-то, что-то. На эмоциях все. Да, конечно же, с утра нужно окунуться. Сейчас этим займусь. Для начала нужно посетить пару мест. Шикарно, шикарно. Ох, чтоб я так шел. Ох, чтоб я так шел. Нужно подняться вверх, в гору. Вот такой, на аутентичной дорожке. Вот такой, на аутентичной дорожке. Здорово, петух. Здорово, петух. Порувай, это петух. Опа. 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 Доброе утро. Ку-ку-ку-ри-ку. Вот, а теперь мы пришли в то место, которое я хотел показать. Угадайте, что это. Это бунгало. Бунгало. Шерезья, это туалет. Малочки. Не щекарь. Я все еще не хочу, чтобы ты летел. Алюх, как место называется, помнишь? Чего? Как место называется, помнишь? Не слышал. Как место называется, помнишь? Нет. Ку-лю-бу-бу-ку, кажется, так. Короче, кто будет в Турции на яхте, в местный туалет, это то, что мне противопосетить. Просто музей. Отрабатываем якорную стоянку. Для якорной стоянки, для ее отработки, мы выбрали такую живописную в бухту. Которую, конечно же, сейчас будем купаться. И просто же так мы встали на якорь. А где Серега? А Серега уже плавает. Форма. Серега у нас покинулся. Звездой. Да. Наслаждается спокойствием бухты. Красота-то, конечно. Между гор и бухточки. Те же самые норвежские фьорды. Только в сто крат теплее. Горы, вырастающие из воды. Вон у нас якорь. А вон там, за мысом, глубина уже 40 метров. И на якорь не станешь. А здесь 10 метров. Ненормально становится на якорь. И вот они вырастают горы. Все. Я пошел купаться. Понял? Ну, рент пора. После купания, как вашего обеда, на следующем логике, прошло время сниматься сверху и отправиться в дорогу. Почетная миссия десантироваться на берег, это взять веревку и выпало на берег. Почетная миссия десантироваться 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 на берег. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 так пока никто не видит капитан показал кролика а вот и а вон черный еще вот они силки надо делать силки класть рядом с ними яблоко я читал книжки как они делаются правда ни разу не пробовал подожди это не наш я нашли их тона надо с деревьями пока сели будь на кроликов я любуюсь на яхту там же был замок маяк остатки старого и вон столбик железный новый и вот такой вид на бухту оп 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 стрекача стрекача баба он называется баба написано баба в кардах может это самое кролики которые не поддерживают твое мнение о вот чтобы пройти к маяку нам нужно пройти сквозь заросля тянует терновника коля куда-то нас завел вот смотрите этот маяк он был построен когда-то конце концов сломался явно сломался шторма ветра морская соль вот он сломан весь не может как-нибудь на него зайти войну взобраться до короче сломался вот такой вот ненадежный маяк вместо него построили новый более надежный сейчас я вам покажу вот построили новый более надежный маяк работает есть не просит зарядился и моргает себе всю ночь возможно даже в радиодиопозоне нам нужна солнечная панель на яхту халява ну вот теперь я смотритель маяка и вот мои просторы здесь горизонт мой красота